как говорится всем привет вчера летал на маршрутик небольшой ну как небольшой без мелочи 300 километров это самое топлива уже осталось мало сколько тут показывает но больше 10 литров наверно поэтому сегодня полетаю вокруг дома сниму небольшой ролик очень часто спрашивают про автожиры почему-то меня дельта летчика почему меня непонятно спрашивает расскажи про автожир расскажи про автожир ну давайте попробуем рассказать про автожир я правда в них не сильно разбираюсь и все мои знания почерпнуты из авиафорума и какой-то личной переписки с автожирщиками поэтому может что и навру но в общем и целом я надеюсь врубитесь и так отличие дельталета от автожира и наоборот ну все начать с чего начать с чего начать принципе получается и тот и другой балансирное управление аппараты и тут и там один орган управления ручка только здесь трапеция с таким же успехом можно вот вот такую вертикальную ручку поставить но дело в том что на дельталете трапеция это часть несущего элемента крыла то есть вот через вот эту рукоятку и через боковые троса распределяется вся нагрузка на узел подвеса то есть если в полете ручку так на золочкой перепилить крылья у нас моментально вверх складываются вот поэтому без ручки трапеции дельталета не бывает зато бывает автожир с ручкой трапеции я ролик на своем канале показывал там вместо ручки вот такая же трапецию автожирщика сделано поплавках он там летал это по органу управления примерно все то же самое единственное что автожира эта ручка работает не как на дельталете наоборот относительно самолетного а там насколько я понимаю ручку влево аппарат идет влево на дельталете наоборот чтобы пойти влево ручку надо вправо это по ручке управления что у нас дальше 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 сейчас поедем и будем рассказывать вот что у нас дальше вот в этом месте ну через камеру конечно не видно вон опять кротовник свежий вот здесь поперечные у меня идут вот здесь одна провальная линия вот здесь еще одна провальная между ними бугорок вот здесь тоже бугорок но плавный конечно и там дальше опять бугорок то есть не взлетка немножко вот так вот делает дальше нам это понадобится когда будем рассказывать про отличие сейчас будем стартовать отличие старта автожира и дельталета как вы наверно уже заметили дельталету для старта нужно просто дать газу на автожире надо делать предраскрутку ротора можно конечно взлететь без предраскрутку о заговорился короче сделать предраскрутку ручную совсем не делать нельзя я так думаю что хотя если очень долго обязательно народ раскрутиться даже с нуля вот для этого такая длинная взлетка будет нужно что просто нереально если раскрутить ротор руками такие ролики тоже ю тубе есть можете посмотреть народ раскручивать руками взлетает разбегается ротор набирает оборот от набегающего потока раскручивается все нормально вот это конечно идиотизм геморрой и неправильно поэтому ставят предраскрутку либо электродвигателем то есть как стартером говоря проще ставится венчик маховика такой же как на автомобиле примерно на маховике стоит ставится на эту самую на головке ротора снизу стоит стартер включается и ротор там раскручивается до каких-то там 60 или 70 рабочих оборотов с процентов я имею ввиду либо либо ставится такая муфточка отбора вала мощности и гибкий вал и вместо стартера наверх идет гибкий вал и там тоже приводная муфта тоже пендикс включает пилот от основного двигателя и раскручивает ротор то есть предраскрутка нужно автожирую иначе со взлетом тяжело у него будет в дольтолете как вы понимаете все намного проще ремень застегнули застегнули дали газу и поехали вот эти ямочки видите как подбрасывает это я не крылом сделал это меня колесами так подбрасывало так вот к чему я говорил по ямочек про ямочки на полосе как видите дольтолета по барабану на эти ямочки ну подбросил и подбросил и хэнд с ним автожир по такой полосе насколько я понял не взлетит то есть он может повредиться в принципе это я не сам придумал я это этот вопрос задавал нашему питерскому главному автожирщику александру ламека он сказал что да автожиру взлетка с кочками совсем не подходит ему нужно ровная ВПП ну он конечно мою полосу не видел может быть вот такие два подкида хотя вряд ли я не знаю что там с ротором может произойти это надо конечно опытного автожирщика спрашивать по хвосту она не может как у вертолета хлестануть что там еще может произойти не знаю не буду врать но он сказал что нужно ровная взлетка вот это про отличия по по взлетке дальше интенсивности набора высоты как вы видели дельтолет стартует зависимости от двигателя он стартует весьма бодро можно сказать как ракета если движок мощный автожир в любом случае пойдет сначала горизонтально над взлеткой он как ракета стартовать не может чтобы он стартовал как ракета как вертолет говоря проще ему нужно чтобы было не просто предраскрутка ротора полная раскрутка такие автожиры есть но они намного сложнее там и шаг ротора меняется тоже есть как у вертолета изменения шага винта соответственно все это намного дороже и сам ротор механизм и автожир кстати про стоимость раз уж заговорил в общем и целом там по каким параметрам сравнивать не знаю по мощности по двигателю по прочим грузоподъемности в общем и целом автожир примерно в два-три раза дороже дельталета с аналогичными скажем так характеристиками поэтому имейте ввиду если вы хотите автожир а не дельталет готовьте кошелек к жертвам неимоверным вот это про стоимость сказал надо было конечно в конце ролика сказать ну ладно раз уж сказал итак мы взлетели на автожире пролетели горизонтально и набрали высоту необходимую здесь конечно автожир начинает уже выигрывать у дельталета потому что вот солнечная погода автожиру по барабану а дельтолет солнечную погоду может летать либо рано утром либо либо вечером рано утром имеется ввиду очень рано после восхода часа три примерно иногда повезет может 4 часа после восхода более-менее такая погодка без термички пока солнце не прогрела землю и не началась колбасня а колбасня она очень сильно мешает лететь вот видите сейчас ручка почти не гуляет чуть-чуть буквально а при колбасне будет ощущение что пьяный шварценеггер хочет отобрать у вас трапецию и вам приходится с ним бороться а бороться со шварценеггером очень сложно поэтому в солнечную погоду на дельтолетах не летают обычно есть конечно героические ребята ну надо набирать конечно же высоту побольше там все-таки потише это термичка чем в приземном пространстве на высоте там 100 200 метров автожиру по хрену термичка автожиру по хрену турбулентность всякая колбасня это происходит потому что у дельтолета крыло воспринимает все воздушные возмущения всей своей плоскостью всем своим размахом у автожира лопасть узенькая она вращается очень быстро и все эти восходящие потоки она очень быстро проскакивает и восходящий поток не успевает на нее как следует воздействовать поэтому автожир практически не чувствителен всевозможным воздушным возмущением летать можно на нем целый день даже мужик вот писал как-то на ютубе общался с автожирщиком у меня вообще еще не было такого случая чтобы я не смог взлететь именно из-за погоды ну кроме каких-то там диких штормов и прочих неприятностей поэтому да у автожира это огромный плюс все погодность что у нас дальше дальше у нас маневрность автожир может развернуться в воздухе смотрится это очень эффектно конечно но в принципе чё ну и дельтолет может развернуться в воздухе правда с небольшой потерей высоты и немножко дольше это происходит ну и что ну может автожир развернуться в воздухе быстрее и что какая практически от этого польза ну да зрителей можно повеселить ну все равно это плюс у автожира будем объективными так что у нас дальше а дальше у нас минус у автожира есть очень жирный у него в полете ручка управления все время трясется и не только в полете и на взлете и на этой самой и например раскрутки ротора меньше конечно чем в полете но все равно трясется то есть вы когда летите вот такая вот спокойного полета на автожире не получите у вас вот ручка вот так вот весь полет вот так как паралитик будете сидеть вот так вот с этой ручкой посмотрите ролики про автожирщиков вот это происходит из-за того что во втулке ротора там ротор может относительно винта автожира в одной плоскости наклоняться при вращении ротора передняя лопасть которая спереди ее потоком поднимают больше чем заднюю я так понимаю или наоборот но не принципиально короче чтобы ротор мог лопасти могли меняться местами одна выше поднята другая ниже и так происходит каждый пол оборота ротора и поэтому головка ротора болтается все это передается на ручку поэтому в полете кайфа конечно на автожире меньше из-за вот этой ручки но это в тихую погоду как я уже сказал во время турбулентности пусть лучше трясется ручка тем обигревает пилот от борьбы со сварстнеггером что у нас дальше 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 у нас дальше у нас сейчас вот на эту дорожку снизимся расскажем что у нас дальше разница между автожиром и дельталетом плане бреющего полета поскольку у дельталета крыло во время полета стоит на месте ротор у автожира вращается то окружная скорость кончика крыла и кончика ротора у этих аппаратов разная у дельталета кончик крыла летит с такой же скоростью как сам аппарат поэтому если вот мы какую-то березку кончиком крыла заденем веточки особо страшного ничего не будет если конечно там скворечник не прибит на конце на макушке дерева а если мы на автожире рубанем кончиком лопасти по макушке березы лопасть скорее всего будет повреждена и что после этого произойдет с аппаратом я затрудняюсь сказать это надо спрашивать автожирщиков в любом случае это дорогостоящий ремонт если аппарат вообще выживет после этого поэтому про бреющие полеты на автожире можно забыть ну над полем конечно можно над чистым для деревьев то нету а среди елок и берез на автожире уже не побреешь вот такая особенность по отличиям автожиры дельталета дальше дальше про отличия автожиру нужен более мощный двигатель чем дельталету то есть если дельталет с мотором уже где-то ну 25 наверное 30 лошадиных сил уже даже двухместный дельталет может взлететь на заре так сказать малой авиации импортных моторов не было поэтому народ ставил там от этих как они были от моторных лодок елки-палки и от русских снегоходов буран и тому подобное 25 лошадей 30 лошадей такие моторчики ставили естественно там все без дублированного зажигания без дублированного этого топливного питания дохленький ненадежный но народ летал летал и был счастлив автожиры с 25 лошадиными силами только какой-то сверх легкий одноместный может существовать потому что как вам объяснить вот представьте вы берете обычный зонтик от дождя который берете его в руку кладете на плечо и начинаете разбегаться быстро-быстро за спиной у вас зонтик зонтик возьмите побольше размером не дамский а какой-нибудь такой как семейные трусы размером вы почувствуете кого приходится автожиру когда он летит и когда он разбегается то есть ротор очень прилично тормозит аппарат из-за этого для полета автожиру нужен очень мощный двигатель то есть 100 лошадей это так для автожира это это очень скромный моторчик для дельталёта 100 лошадей это вообще уже близко к формуле 1 поэтому вот такая разница между автожиром и дельталетом по мощности двигателя соответственно из этого же параметра вытекает расход топлива соответственно автожир жрет намного больше а объем бензобака на автожире увеличить не получается если на дельталете можно поставить бензобак ну 200 литров это легко просто легко ставится бензобак 200 литров на дельталет можете посмотреть эти ролики про химическую авиацию про пыление полей там дельталеты летают вместо пассажирского кресла у некоторых стоит просто бочка обычная 200 литров 216 литров или 206 ну как то так 200 с чем то литров стоит бочка и прекрасно он ну долго конечно разбегается но взлетает и кроме бочки у него же еще бензобак есть там тоже топливо поэтому теоретически опасно очень но теоретически возможно сделать дельталет с бензобаком там 200-250 литров у автожира такая фишка не получится опция потому что грузоподъемность автожира меньше чем у дельталета соответственно расход топлива больше грузоподъемность меньше отсюда у нас сами понимаете что получается дальность полета на автожире тоже проигрывает дельталетный что я сказал ну да правильно сказал проигрывает автожир проигрывает дельталету по дальности полета из-за расхода топлива и объема топливного бака что еще что еще ну сюда же в принципе можно добавить еще и ресурс мотора поскольку двигатель на автожире работает близко к максимальным оборотам постоянно на дельталете максимальные обороты на взлете набор высоты можно делать на маленьких оборотах на крейсерских сколько там 4600 на моем аппарате наверно сейчас попробуем 4700 4600 а он набор показывает полметра вот видите уже подколбашивает трапеция начинает погуливать солнышко уже начинает прогревать землю и трапеция начинает погуливать поэтому еще немножко полетаем будем приземляться ну так вот а на автожире весь полет у вас мотор обязан трудиться как трап на галерах и соответственно ресурс двигателя на автожире тоже будет меньше чем на дельталете поэтому туда конечно надо 912 роток ставить желательно помощнее а в таком варианте двигатель один только двигатель будет стоить 2 лимона 2.5 а может и больше лимонов это вот к вопросу о цене автожира если тут летолет ну кстати про автоконверсию можно же поставить автоконверсию на автожир она дешевая но она сцукатизовая а у автожира как я только что говорил проблема с грузоподъемностью ну не то чтобы проблемы а запаса большого нету по грузоподъемности если дельталет автоконверсию переваривает вообще играючи то есть полно дельталетов с автоконверсиями и летают они и скороподъемность у них офигенная и мотор недорогой их полно а автожиров с автоконверсией ну я что-то не видел может я конечно просмотрел но для автожира автоконверсия это не лучший вариант так что еще не рассказал что еще не рассказал про воздействие солнца у дельталета крыло дакроновое дакрон солнце не любит постепенно солнце съедает в принципе любую синтетику и сам материал и нитки которыми сшито крыло постепенно разрушаются постепенно разрушаются от солнечного ультрафиолета у автожира лопасти либо алюминиевые либо стеклопластиковые бывают даже деревянные да, бывают деревянные лопасти на автожире все эти материалы, как вы понимаете, солнце не боятся для дельталетов тоже существует не помню сейчас как называется материал, который не боится солнца но его нельзя почить то есть как только на крыло начинает капать дождик у вас сразу падает это самое, как оно называется взрывная скорость ухудшаются характеристики крыла есть еще третий материал, который и солнца не боится и мочить его можно но он стоит очень дорого тоже не помню как называется потому что мне его никогда не купить даже не интересовался но такой материал тоже есть ну как я уже только что рассказывал то есть не только что, а вот мы вернулись как раз на мое поле за деревней пока болтал как я уже рассказывал для дельталета это не очень актуально проблема с солнечным солнечным ультрафиолетом потому что на дельталете летают либо утром либо вечером и соответственно солнце еще не очень высоко не очень сильно ржет загорать кстати тоже надо утром или вечером а не посередине дня когда солнце может вас поджарить вот поэтому для дельталета вопрос ресурсов паруса крыла не очень актуален лет десять при обычных полетах парус запросто выдерживает и больше выдерживает и 15 лет ну там конечно уже надо проводить всякие тесты в основном по ниткам больше нитки страдают чем сам парус различные способы там есть определение прочности ниток там и гирьку подвешивают и спичку пытаются петелькой нитки сломать поэтому вот да, солнце это враг дельталетного крыла но от этого врага дельталетчики научились прятаться ну и самая главная фишка автожира как вы уже поняли из роликов других на ютюбе автожир может сесть практически в точку вот там какой-то дым видите вдалеке в ту сторону соответственно садится сейчас будем против ветра автожир как я уже сказал может сесть с минимальным пробегом при хорошем встречном ветре автожир может сесть вертикально при хорошем встречном ветре автожир и взлететь может вертикально вот а дельталет при хорошем встречном ветре лучше даже из ангара не выкатывать идем на посадку у автожира меньше аэродиономическое качество то есть он снижается по более крутой траектории поэтому при отказе двигателя возможности автожира куда-то там дотянуть на какую-то полянку более ограниченное ну это для него это не страшно ему достаточно любую полянку без деревьев и он прекрасно там приземлится дельталета в этом плане сложнее но зато у него аэродинамическое качество больше и он может при отказе двигателя спланировать и в принципе сесть с довольно небольшим пробегом ну сколько тут пробег получился метров двадцать наверное ну у автожира ой рано открыл у автожира будет пробег метр два то есть в десять раз примерно меньше ну да это плюс безусловно но для разбега то автожиру взлет то нужно намного больше чем дельталету поэтому что толку что ваш автожир садится с пробегом два метра если для разбега ему нужно сто пятьдесят двести метров правильно то есть вам все равно нужна хорошая взлетная полоса ну вот такие отличия дельталета от автожира что знал рассказал остальное пытайте дельталетчиков кстати у этих дельталетчиков автожирщиков пытайте что дельталетчиков то пытать на сайте нашего аэроклуба который в гостилице там есть цикл роликов на различные темы связанные с авиацией в том числе и про автожиры тот самый александр ламека там по моему два ролика здоровых залито он там все подробненько рассказывает про историю автожиров про особенности управления поэтому кому эта тема интересная добро пожаловать на наш сайт арго набирайте гостилица арго и найдете этот сайт wing арго по моему он называется как то так ну а пока выключаемся все все так 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 и